Всем привет! С вами Якимов Игорь. В этом видео поговорим о подставках к солнечным панелям. При эксплуатации солнечных панелей обычно сталкивается с такими проблемами. Во-первых, даже небольшой ветер и эти солнечные панели буквально приходится ловить. Это на картинках производителей. Панель прислонили к палатке, или к автомобилю, или к дереву. И потом наслаждаясь электричеством от солнца. На самом деле, даже небольшой ветер представляет довольно сильную проблему. Во-вторых, солнце постоянно меняет положение, и поддерживать солнечными панелями направление на солнце довольно большая проблема. В-третьих, если в месте расположения грязь, то панель можно вымазать, и потом этой грязью можно вымазать салон автомобиля, куда вы положите данную панель. В-четвертых, в случае дождя, солнечную панель нужно быстро убрать. И это нелегко, если вы солнечные панели привязываете к каким-нибудь столбам, или к дереву. И желательно иметь солнечную панель, которая легко убирается. Некоторые умельцы сбивают подставки из деревянных реек. Это тоже решение, если солнечную панель используешь дома. Перевозить такие деревянные подставки в машине довольно неудобно. Вот я для себя разработал данные подставки, и хочу поделиться с вами. Панели в ней довольно крепко крепятся. Есть ножки, в которых есть отверстия. И с помощью колышек для палатки данную подставку можно прикрепить к земле. Наклон солнечной панели регулируется. В зависимости от того, к какому звену цепи мы закрепили, мы можем регулировать наклон данной панели. Тут в ножке тоже отверстия для крепления. Сама же панель удерживается двумя шпильками, чтобы не прогибалась. Для китайской солнечной панели подставка сделана аналогичным образом. Единственное, что ее отличает, это размеры элементов, которые используются для изготовления подставки. Складывается данная подставка буквально за 2 минуты в случае дождя. И умещается чехол для удочки. Обходится одна такая подставка около 1000 рублей. На данную солнечную панель я делал обзор в одном из прошлых роликов. Ссылку я оставлю в описании. А вот на эту панель я буду делать обзор чуть позже. Подпишитесь на канал, чтобы этот обзор не пропустить. Снимается солнечная панель с этой подставки довольно легко. Вот тут повернул, тут повернул. И мы панель сняли. Вот так выглядит подставка бессолнечной панели. Подставка состоит из четырех стоек, сделанных из алюминиевого уголка. Полтора сантиметра на полтора сантиметра. Можно использовать уголок 2 сантиметра на 2 сантиметра. При этом каркас подставки будет жестче. А в качестве поперечин используются резьбовые шпильки. Шпильки в данной конструкции используются 75 сантиметров. И они отрезаны от шпилек длиной 1 метр. Диаметр шпилек 8 миллиметров. Снизу батарея держится с помощью таких вот крючков. Полностью готовые крючки я не нашел. Купил похожие и перегнул. Сверху для крепления солнечной панели используется защелка от окон. Вот так солнечная панель закреплена. Так можно вынимать. При креплении верхних защелок надо учитывать, чтобы солнечная панель вставлялась тут с натягом. Тогда конструкция подставки будет более жесткая. Для регулировки угла я использую цепь. Цепь выбиралась с таким расчетом, чтобы она одевалась на шпильку 8 миллиметров, что я сделал. И потом с помощью барашков данная цепь и стойка прикручивается. Вот здесь та же прикручена. Вот видите, остался кусок цепи, с помощью которой угол наклона данной подставки можно увеличить. Тут две стойки также скрепляются с помощью барашка. Я перевернул подставку, чтобы показать вам, что опора в шпильках сделана с помощью двух гаек и гравера. Гайка упирается в стойку, и потом это все закручивается барашком. Барашки я использовал из нержавеющей стали. Вот эта подставка разобрана в виде. Вот три поперечины, сделанные из шпилек. Вот так выглядит крепление к стойкам. Как видите, вот сами стойки. Тут отверстия под поперечины. Вот я положил нашу разобранную подставку в чехол. Как видите, в чехле подставка занимает мало места. Даже этот чехол великоват для данной подставки. Сюда влезет еще одна подставка. И все шнуры, которые мы применяем для подключения батареи. Вот я закрыл чехол. Можно ехать на природу с этой подставкой. Вот такая подставка у меня получилась. Надеюсь, вы оцените. И сделайте себе такую же. Так она выглядит в разложенном виде. А так в сложенном. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Поделитесь видео с теми, кому данная тема интересна. Ставьте лайк. И до встречи в новых и старых роликах. Спасибо. Спасибо.